нам сказали что сегодня будет тайфун вот здесь проезд под мостом его закрыли и посмотрите на нашу реку сюда тоже проход закрыли говорили что в 12 придет тайфун сейчас очень сильный ветер мне кажется мне быстро нужно в кафе мой зон сейчас улетит смотрите кошмар какой посмотрите здесь дорогу затопило кошмар ужасно у нас тут ходят пальцевские вот он здесь закрыли въезд поставили машины поставили ограждение чтоб никто не смел а то есть некоторые смотрите какая вода но сказали что тайфун уже прошел вообще он должен был прийти к нам вот в 12 когда я вот шла на работу был очень сильный дождь но слава богу ветра не было готовы ли мой зонку улетел я немного промокла но слава богу дошла вот в 12 окажется он пришел слава богу обошел на страны вообще кем сан у нас такое самый безопасный можно сказать город всегда тайфуны нас обходят стороной у нас тут только вот такая вот речка который можно закрыть чтобы люди не пострадали я помню пару лет назад я впервые услышала что будет тайфун идет на нас какой-то огромный тайфун прям опасный я этот тайфун не смешно конечно но я этот тайфун так ждала и не дождалась а он не прошел просто прошел мимо на пульку зачем ты ждешь я говорю но мне интересно я никогда не видела прийти всем привет друзья добро пожаловать на канал сегодня у нас пятница я на работе одна потому что начальница ушла а покупает арбуз а гостей нет вчера у нас здесь очень много было гостей несмотря на тайфун у нас был вчера тайфун оказывается это с какого-то блин года первый тайфун который прошелся по всей корее обычно тайфуны там значит что приходят или на пусан потом мимо проходят вот так а этот был первый который по всей корее прошелся так вот вчера у нас тут хотели очень много полицейских я вам вчера показывала как здесь закрыли все чтобы люди не проходили машине не проезжали полицейские сидели тут в машине и все держали под контролем потому что знаете почему а где-то месяц назад был корея сезон там а это сезон дождей и тогда в сеуле были очень сильные дожди и я я если тесто не смотрела в новостях но много кто слышал то что в автобусе где-то там под переходе в каком-то автобус затопило и погибло очень много людей так вот я думаю что после этой ситуации они тут кипишатся входят смотрят что жертв не было слава богу у нас кем заня вообще он сам такой тихий город в прошлом году тоже были тайфуны я говорила же вам вчера то что хихатом тайфун знала у нас обычно проносят мимо нас проходят вот так вот так что все было вчера спокойно вот у нас тут река бушевала из-за того что воды много а так все было спокойно но на юге кореи представляете по моему в кусане автобус проезжал слава богу там не было никого в автобусе проезжал и из-за того что под давлением люк крышка люка улетела и врезалась во внутрь автобуса вот так вот сделала дырку и вовнутрь влетела представляете это кошмар я это увидела в новостях это ужасно так страшно вот сегодня у нас классная погода после дождя так тихо голубое небо вчера все смеются все но везде говорят что всем отправляют сообщение о том что тайфун идет будьте аккуратны и сидите дома но все вышли на улицу чтобы прийти в кафе вчера у нас было очень много людей а вот сегодня классная погода тишина и гости вчера смеются говорит по идее мы же должны сидеть дома это как очень смешно то что все люди тусуются в кафе а всем привет друзья сегодня у нас воскресенье мои самые любимые рабочие дни это суббота и воскресенье когда никого нет я работаю одна так вот на прошлой неделе вообще воскресенье у нас самый загруженный день на прошлой неделе вообще мы я продала на прошлой неделе примерно 60 стаканов это наш максимум и знаете они приходят все в один период с часу дня с 12 30 до 3 до 4 вот пришли примерно 60 человек они 60 человек там был еще тейкаут ля-ля короче вот я думала на этой неделе тоже будет много человек но сегодня вообще тишина и пока гостей нет решила вам рассказать очередную бесячую историю касаемо нашей начальнице если кому-то не нравится эти истории прошу потерпеть осталось остался месяц ровно месяц потом больше не будет таких историй наша начальница очень сильно обращает внимание на мелочи ну протереть стол я не считаю мелочью но я не считаю что это самое важное в нашей работе так вот позавчера она меня выбесила знаете тем то что я ушла на перерыв сейчас меня заменяет нас заменяет когда мы уходим на перерыв начальница я получается в три часа дня ушла на перерыв 4 вернулась когда я уходила наверху сидел гость оказывается он ушел пока я была на перерывы и соответственно я не знаю что он ушел в четыре я возвращаюсь я здесь хожу что-то делаю и подходит ко мне начальница говорит ты протерла стол на втором этаже я говорю нет я говорю там никого нет она ну недавно же кость ушел я говорю ну я вот недавно пришла когда я пока я здесь никто не уходи и она говорит о недавно поиск ушел нужно стол протереть я говорю хорошо и это знаете не в первый раз когда вот в неподходящий момент она задает этот вопрос протерла ли я стол я воскресенье же работаю одна но суббота воскресенье и иногда приходит начальница чтоб отправить меня на перерыв и один день она пришла поднялась наверх говорит во сколько ты пойдешь обычно с часу до трех примерно у нас очень много гостей и я ухожу на перерыв где-то 4 и она сидела наверху и тут разом гости начали заходить пришли прям знаете три или четыре team друг за другом по два-три человека они заходят все заказывают я у всех взяла заказ и вот так вот чеки поставила по очереди и по очереди начинаю уже готовить заказ тут пока эти гости заказывали наверху сидели два гостя и они спустились принесли мне поднос ушли и я начинаю готовить заказ спускается начальница говорит мне ты протерла стол только что как кости ушли я говорю нет у меня вот видите сколько заказов я говорю не не поднималась я говорю мне времени не было ну чтобы быстрее протереть и пошли побежала с тряпочкой наверх я говорю ну и жужжи понятно что мне не достала и я жалуюсь позавчера я жаловалась чем цель говорю она прям очень сильно трясется прям под над каждым не протертым столом чтобы все было идеально чисто я говорю почему тогда она не приходит воскресенье и не работает я говорю воскресенье мне не до протер не до протирания стола потому что здесь очень много гостей кто-то уходит приходит садятся я пока здесь готовлю знаете мне важно качество напитков я не хочу стоять переживать что я не протерла стол в этой ситуации я выбираю делать качественные напитки да нежели там бегать протирать столы потому что я так думаю я не знаю как другие гости не скажут потом что ой там очень чистые столы но отвратительный кофе обычно же не так говорят здесь в любой starbucks пойди у них вечно грязные столы но люди толпами туда ходят еще самое смешное что она уже второй раз мне предлагает вернуться она говорит когда ты вернешься в корею я говорю пока не знаю ну я и рассказала что я хочу там что-то другое сделать я говорю я не хочу в этой сфере пока работать и позавчера она опять типа когда ты вернешься типа в корею я говорю не знаю в январе наверное следующего года потому что я говорю я хочу присутствовать на день рождения моей мамы так долго там будешь у тебя на родине я говорю ну вот и говорит когда ты вернешься в корею чем ты будешь заниматься я говорю пока не знаю но я говорю только не борис да на как почему тяжело да и хочется сказать типа я не хочу работать бариста именно здесь не где-то там именно здесь и не хочу работать почему потому что из-за тебя из-за вас я не хочу хочется сказать но я не сказал я говорю не тяжело просто хочу что-нибудь другое попробовать и позавчера нам не пишите по отправить пожалуйста все фото и видео касаемо и нашего кафе и цветочного магазина я говорю вы имеете ввиду который смонтированные готового видео она говорит а я и сказала что у меня их нет потому что я все удаляю сразу как я загружаю в инстаграм кафе или цветочного магазина но на самом деле есть но их долго искать у меня сейчас же два телефона много файлов на старом телефоне если ну я хочу отправить то что со старого телефона нужно перекидывать сюда потом отсюда на каток короче марокко я и сказала я говорю у меня нет и теперь самая удивительная новость которую я узнала на днях вот вы поняли то что начальница трясется над каждым столом и нужно что все было идеально все было чисто но чем всем говорит ничего заметно наш лариц она говорит что наверное они не будут искать бариста будут работать сурис м путники выходные типа я с начальницей и теперь смотрите они у них вообще они ни разу не работали бариста я позавчера училась и закрывать кафе и знаете меня очень раздражает ну это не то что я ее ханю да ну просто человек такой меня раздражают люди которые вот что-то взяли и не положили на место вот она такая она подойдет вот там короче у нас питчеры стоят уберет питчер чтобы налить себе воду и обратно питья на место не стоит и так же короче она в тот день я поднималась наверх в туалет оказывается пришел гость оказала сок из персика и она здесь готовит не готовить легкий рецепт и она берет вот эту штуку чем мы кладем лед стакан она вот открывает здесь кладет лед и вот эту бросает туда и открытый вот так вот открыла и ушла и нужно говорю все делать как сказать взял положил потому что будет бардак я мне мне это не нравится я это терпеть не могу сори за кстати мне очень-очень повело результат на работать с такими людьми вот например 40 тоже как я и она тоже бесится из-за того что вот джион сэ что-то берет и не ставит на место она из этого я не знаю как они будут работать здесь ну вот букеты она очень красиво собирает вот такая вот солянка у нас а вот кстати сейчас сезон оказывается как подсолнухов очень красивый букет стоит 25000 вон сейчас я буду выпекать сконы у нас они сейчас мини версии по 70 грамм раньше у нас были большая версия это 100 грамм вот сейчас вот такие вот мини версии они просят чтобы орео вот так вот сверху втыкали просто но проблема в том то что это нужно аккуратно по одной делать сконно считается самым тяжелым по приготовлению занимает много времени если сравнить с мадленами или финансе на приготовление тесто мадлен или финансе нужно там 15-20 минут на склады уходит чуть больше минут 30-35 я вчера вот эти маленькие тела минут 40 если не больше потому что раньше как мы все в миску закидали перемешали и вот такие формочки формы сконов сделали по 100 грамм а сейчас каждую нужно в зверь вверх взвешивать по 60 потом орео сверху еще нужно чуку чип отдать и круглые по 5 что в каждый скон короче занимает очень много времени еще одна проблема этих орео это то что когда ты просто вот так втыкаешь если их хорошенько не закрепить после того как ты их испек они могут просто отвалиться так что вот не знаю ой девочки вернулся наш старик ладно если бы он просто ходил вообще ничего не говорил бы он меня раздражает за то что он всегда хочет приглашать меня на кофе короче только что он приходит говорит ни с того ни с сего ой скоро похолодает и ты опять наденешь свою красную куртку в этой куртке ты так классно выглядишь и я такая что я говорю еду я буду здесь работать только до сентября а потом ухожу куда ты уходишь я буду другое место в нашем городе я говорю нет пока не искала и он мне говорит давай я тебе оставлю визитку свою ты когда устроишься в другое место ты мне позвонишь и пригласишь я буду туда ходить и буду твоим постоянным гостям я такая нет только этого не не хватало я бы ты одна из причин почему я отсюда ухожу кстати смотрите вообще они смотрятся очень очень мило маленькие с коной такая милота кстати друзья я определилась датой когда я хочу провести лайв стрим это будет на следующей неделе воскресенье 27 августа начнется с 11 или в 11 30 утра по корейскому времени так что приходите буду вас ждать я буду работать а вы на меня смотреть посмотрите как проходит мой день надеюсь в этот день начальница не придет и я буду целый день вести трансляцию так что обязательно приходите я на следующей неделе еще сделаю объявление в сообществе youtube так что вот обязательно приходите и на этом я хочу закончить это видео увидимся с вами на стриме обязательно приходите желаю вам отличных выходных всех целую пока а и и и и и и и и Продолжение следует...